Быстрее пули и забавный дрышачок про то, как старые щеки Бреда Пита трясутся в сверхскоростном японском поезде, до упора набитым разнообразными американскими киллерами, мексиканскими психопатами, русскими маньяками и японскими якодзо. А чё, блин? Оказались они все в одном поезде не только для того, чтобы режиссёр смог снизить затраты на съёмки, но и для того, чтобы выкрасть один важный чемоданчик, в котором лежат, конечно же, огромные бабища. И весь сюжет этой достаточно кровавой киношки раскидан по типичным для таких вот криминально-комедийных боевиков рельсах. Щекотливые встречи в тамбуре, драки в вагоне ресторана и вечно занятые трупами туалета. И все постоянно пытаются друг друга зарезать, застрелить, отравить, а когда и это не помогает, то вообще перешутить. И вот именно с перешутить в фильме, как по мне, не задалось. Мало того, что почти все шутки основаны на примитивнейших стереотипах о наёмных убийцах, так ещё и большинство из них забетонированы банальностью и утоплены в море клёквы. В кадре японцы всё, ждите шутки про самурайские мечи и технологичные унитазы. Мексиканцы, про ядовитые гадюки и пёстрые костюмы. Русские, про водку и татуировки с ИБР. Условностей в фильме тоже какое-то неприличное количество. Неправдоподобность обстоятельств просто вопиющие. Где полиция на станциях? Почему пассажиры на стрельбу не реагируют и на мужиков с катанами? Куда делись камеры наблюдения? Что это за антиреклама безопасности железных дорог в Токио? Ну вот какая штука вручает от этого всего динамика и атмосфера какой-то безалаберной лёгкости. Из-за того, что всё бодренько, живенько, Питти такой холостой весь, не успеваешь тупо придираться. Тем не менее, я бы не стал, как это сейчас делают многие, сравнивать быстрые пули с фильмами Тарантино и Гая Ричи. Бешеные псы и большой куш – это настоящие легенды. Быстрые пули только лишь пытаются и легендам подражать. Он типа брутальный, типа смешной, типа напряжённый. По факту фастфуд. Яркий, цветастый, с кучей любимых актёров, но фастфуд. Такое прикольное кино для разового домашнего просмотра. И я этот раз вам, поверьте, рекомендую испытать и себе. Поугарать, отвлечься от плохих новостей. Но большего не ждите. От меня 6,9 из 10. Продолжение следует...